Давай вызовем Костя Войн Мир Макшили! Давай тогда, подожди, мы еще не знаем, кто у него в соперниках. У него в соперниках на самом деле очень жесткий парень. Это один из братьев Чоршамбиева. Но я уверен, что он о себе очень громко заявит, потому что его стиль, его база, его спортивные регалии говорят сами за себя. Давай, я вызову его. Али Памирис Чоршамбиев! Али Чоршамбиев. Это один из братьев Чоршамбе, Чоршамбиева, да? Но ты выступаешь уже более отделенного от плотного, правильно? Да. А почему тебя занесло в Лигу один на один? Хочется уже, как бы, ну, я уже долгие годы отдал, ну, тренировки, хочется уже бабки заработать. Пришло время уже кулаками деньги зарабатывать. Я из тех людей, которые не хочут работать. Я хочу по спорту идти, как бы, ну, для меня пояс, там, наследие и так далее не интересует меня. Я сюда из-за славы, из-за деньги. Любые капризы за ваши деньги. Ну, ты хочешь повторить путь своего брата, получается, правильно? Ну, я сюда приехал зарабатывать деньги. В целом, в Россию я приехал зарабатывать деньги. У меня нет целого места, пояс и так далее. Пояс для меня ничего не даст. Ну, именно это в моем мнении. Я здесь за деньги. Так что я готов, как говорится, из контракта, из дата, из соперника. Я готов, как говорится, стрела уже выпущена, слуга. Я готов. Мы полагаем на Всевышнего и готовы выдраться. Но стрела куда выпущена, Дэн? Ты знаешь? Стрела выпущена, тоже, скажу. Как мультинин и лягушонка. Стрела чуть-чуть залетела подальше в лес. Нашу звезду, звезду нашей лиги, на самом деле. В этом весе он, на самом деле, очень хороший парень. Очень такой упрямый такой в бою. Бывают люди, знаешь, когда в бою, ты для тебя поддерживаешь, что ты сказал. И брату твоему хорошо относимся. Мы знаем брата твоего. Он был у нас. Мы хотели, чтобы он с нами дальше, чтобы мы так ушли. Ну, с этим парнем чуть-чуть придется потаскаться. Мы легких путей не ищем. Когда мне шах позволили, сказать, что твой соперник будет звезда этого промоушена, и он будет из больших парней, меня это сильно мотивирует. Я легких путей не ищу. У меня есть, как бы, долгие годы я отдал тренировки. Опять же, я повторяюсь, я выступал по профессиональным боецам, по профессиональным спортом. У меня есть любитель скорее. У меня, как бы, ну, он говорил, что он улучшен. И на улице я никому не с ним выступал. Да, я подрался, я договорил, что я всегда выиграю. Были моменты я проиграл, но на улице ты уриваешься. То есть и тут, и там, на разный свет. Я могу сказать только, что будет бой очень хороший. И он будет прям такой, как сказать, там будет. Да, конечно, конечно. Давай, давай же мы спросим Костю Мирашвили. Костя, ты не знаешь, кто сидит на боец. Этот боец, на самом деле, в попу мула не дерется. Он, я знаю, что он человек совсем другой закалки, да. По его общению понятно, что для него вот этот вот грязный фреш-токер, это все не подходит. Когда мы с ним общались, мы изначально, я знал, какой он парень. И когда я подбирал тебе соперника, я тебе сказал, что будет не менее достойнее, чем, ну, как ты, грубо говоря, да. Чтобы ты, там, когда выходил на бой, ты понимал, что ты выходишь на бой с бойцом, а не с фреш-токером. Чтобы ты не думал даже, что здесь попа ма и так далее. И вот, Костя, ты сам, как думаешь, вот, Аличо Шабиев, четвертый, который более известен, да, грубо говоря, что для тебя этот бой? Это какой-то медийный скачок? Или же это именно спортивная такая составляющая для тебя конкурентный бой? Это можно сказать, спортивная составляющая медийная. У него очень громкое имя. Он, все его братья-тренера. Но в этом городе у меня тоже не очень тихое имя. Я от чего-то добился, я буду идти дальше газовать. И если я его пройду, это будет скачать выше. Ключевое слово «эйсс», брат. Пройду, не волнуйся. Посмотрим. Меня очень мотивирует, когда Шаб сказал, что он огромный, он боится улицы. А мне поменяли два бойца. Ты не кого-то не продал? На бинтах хотел бы бояться. Он просто отскочил. Неинтересно будет быть. Тогда он мне показал тебя, и я в суд сказал, все, гад.